добрый день хочу показать вам приспособление для того чтобы при помощи ручного фрезера выводить вот такие большие столешницы у меня размер 70 на 140 в один уровень я вот сделал из уголка алюминиевого толщина его 2 миллиметра размер вроде бы 30 на 30 но исходя из прошлого опыта как я делал первую из лдсп так подобную направляющую я понял что необходима важность чтобы направляющая ходила вот как по рельсу добиться этого можно было разными способами сделать определенно заданный стол и под него уже конкретно заданную направляющую но если каждый раз у вас столешница будет меняться ее размер то вам можно будет при помощи от подобных штук двух зажимов из на каждом из концов сделать универсальный зажим при котором эти крепежи будут перемещаться и зажимать направляющей то сегодня у вас допустим 7 сантиметров столешницы завтра 50 вы эту отодвинули просто расслабив крепеж и переместив вот здесь получается разожмется она с тыла у меня просто мебельная гайка вы сможете свободно вот перемещать и также сможете регулировать тонко зазор для фрезер для подошвы фрезера вот он просто разбирается прочности хватает я уже тыльную сторону отработал сейчас хочу на лицевой показать вам как это все работает также для увеличения скольжения я вот с нижней части приклеил кромку потому что чтобы все все шло плавно не было никаких сдвигов потому что данная конструкция ну и вообще любая вот работа с выравниваем плоскости очень чувствительна к люфтам и вам необходимо будет добиться такое состояние так скажем приспособление чтобы вам было работать очень удобно чтобы даже небольшие задир вам не мешали потому что объемы будут выполняться большие что поможет вам облегчить работу я вот приобрел фрезу за 500 за 600 рублей вот ее характеристики здесь идет 25 миллиметров то есть меня за раз проходится два с половиной сантиметра это достаточно большая фреза ну поскольку фрезер не сильно мощно так что вот я решился остановиться на ней хотел поискать чтобы не такая бочковитая была она чтобы полегче все равно двигатели раскручиваться но к сожалению вот в наличии была только такая но преимущество я оценил и все равно потому что до этого дел 8 миллиметровые количество проходов было считай в три раза больше еще плюс-минус все равно берешь миллиметрик на запас предыдущего хода чтобы легко шла независимо от погружения ну такой отмен также в чем преимущество именно использование угольника вы можете использовать как алюминиевый профиль так и металлический профиль 25 на 25 он в принципе даже будет пожестче не знаю что вы чуть-чуть на пару миллиметров проиграете в толщине а ну это там 2 миллиметра по металлический идет 4 миллиметра то 2 миллиметра то есть вот чуть-чуть есть такой конечно момент но я в принципе стараюсь все равно когда вожу обеими руками за рукоятки фрезера и плавно виду чтобы по сути рельсы не направляющие алюминиевые не ощущали нагрузки как бы в принципе они выдерживают вот даже при учете что они у меня на максимальную длину в данном случае распилены приобретал я двухметровый профиль разрезал его ровно пополам метр на метр и так прежде чем начать хочу заострить внимание вот на направляющих и на специальном зазоре для этого покажу подошву фрезера так получается у нас идет как раз таки вот зазор так сказать подошва именно зазор для подошвы и получается таким образом что когда мы ставим фрезер он у нас раньше ударяется боковиной об наш крепеж но сама фреза еще не доходит до края заготовки поэтому я вот установил такие пробелы ну такие вот профили они как раз таки создает создает нужные пробелы для того чтобы фреза смогла доходить до края стола до края щита также для лучшей для лучшего скольжения я вот добавил бумажный скотч пробовал я обыкновенный скотч но он спустя несколько повторов спустя нескольких прохождений начинает задираться и отказываться от него идет уже клейка и сам клей ложится на алюминий его приходится часто сдирать вот бумажный по-моему скользит вот получше ну и что перейдем непосредственно к работе и 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 так вот рабочая поверхность выведена я по уровню посмотрел все ровно есть небольшие засветы в момент где вот есть завихружки они образуются от того что где-то фреза шла не по ходу вращения своим против хода получаясь где-то чуть-чуть продавливания но это сделано в угоду ускорения работы вы если считаете нужным учтите это и проходите только как сказать только по ходу фрезы то есть только в одну сторону прошли вернулись прошли вот так получается по такому кругу но у меня фрезер не сильно мощный я буду такими заходами делал очень долго поэтому я делал в обоих направлениях для меня это не критично в дальнейшем взять ленточную шлифмашинку и убрать вот эти вот дольки миллиметров сравнять их все под общую но это учтите если вы не хотите себя избавить там от лишней работы что в дальнейшем только орбитальной шлифмашинкой небольшой шкуркой убрать все получившиеся там недочеты второй момент который хочу вам заострить внимание это что вот необходимо всегда работать на ровной поверхности у меня стало не было пол кривой и получается что мне необходимо сделать было ровной поверхности это сделал демпферной лентой металлическими металлическим профилем сверху положил usb у меня поверхность вывелась ровненько получалось даже когда что я водил где-то нажимал где-то там облокачивался она все равно не играла это позволило мне вот как вы видите что